Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец и сегодня продолжаем прохождение игры Battlefleet Gothic Armada. Имперская кампания на сложности героя. Закончились у нас дополнительные ходы, доп задания мы выполнить не можем, поэтому придется заканчивать ход. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует... 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 Уууу, какая тут классная система Это вы поглядите, сколько астероидных полей Это хорошо, кстати Потому что хаос в них может запросто запутаться И получить больше ям Но нам надо встать вот здесь Пока он до нас долетит Многие из его кораблей будут раздамажены И так раздамажены, я думаю, прилично Шесть кораблей против четырех Ну, значит, какие-то крупные Какие-то крупные силы нам противостоят Я имею в виду, это и крупные корабли Это не мелочь Туда надо выстрелить в скопление Торпедами Скопление кораблей Только проблема в том, что часть торпед уйдет в астероиды Но тут, как бы, ничего больше не сделаешь Так или иначе Должно пролететь и попасть Запускаем Афгур У нас есть там Таро Императора Здесь вообще пропали Попробуем запустить вот куда-то в этот район И мы можем сразу высветить Один из их кораблей И это у нас крейсер Крейсер это хорошо Пока стоим, никуда не летим Стоим и стреляем Стреляем и стоим Тут мы залетели в газополевое облако Сколько там этот Таро-то будет перезаряжаться Задача У нас есть еще, в принципе, Кобра Корабль Поддержки Но это все дело Отдаленные перспективы Перед две минуты мы только сможем его применить Так, кто там? Торпеды летят, вроде летят Должны попасть Уууууу Они выпустили истребители Сейчас больше части собью Ух ты Они все выпустили истребители Да, слушайте, все торпеды наши смогли ликвидировать. Блин, вот так они сейчас будут облетать, скорее всего. Вопрос, с какой стороны они будут облетать. Состоронные пули, о, нас заметили, давайте уходим в инвиз. О-о-о-о, линкорчик, линкорчик хаоситов, восьмой ран. Это просто здорово, я обожаю линкорчики хаоситские. Особенно учитывая, что я не знаю возможности своего линкора, это будет вдвойне весело. Так, у нас есть еще подсвет, это еще один крейсер. Да, слушайте, войска-то такие нам противостоят, я бы сказал, нехилые. Нам надо развернуться, потому что если все шесть кораблей на нас одновременно обрушатся, нам тут навставляют. Вот единственный плюс, что сейчас они попадут в этот вот астероидный пояс и... Скорее всего, теряют массу. ХП пока будут облетать. Вот этот вообще подперся сквозь астероида, теряет хп-то? Теряет, хорошо теряет, ну это как просто прет. И линкор прямо сквозь астероида, давайте, пацаны. Так и надо играть. Ну, еще один крейсер, легкий крейсер, крейсер. В общем, корабли такие же, как у нас, только их больше. Ну, как обычно, короче. Ничего не меняется в этой игре. В этой великолепной игре. Я не помню, говорил или нет, наверное, не все слышали. Спейс Халк Дефьюин перенесли. 9 сентября он выходит. Судя по последнему трейлеру, в котором у разработчиков были фрезы при большом скоплении тираниты, то, что не были объявлены до сих пор. Рекомендуемые системные требования, оптимизация будет просто огонь. Готовьтесь. Восьмиядерный процессор AMD в минимальных требованиях. Это уже сила для коридорного шутана. И 8 гигабайт оперативной памяти. И видеокарту уровня там... 660... GTX с двумя гигами памяти. Ну, это еще так себе. А вот восьмиядерный процессор в минималках, это солидно. То есть, если они не успеют за перенесенное время что-то подправить, нас ждет... Шип готов! Организация на уровне... Я не знаю, Crysis когда он вышел? Я, кстати, поиграл вчера в Crysis, попробовал на новом компе. Еле-еле. Если ставить все прямо на максимум, со сглаживанием, дает 60 кадров. Представляете, на Full HD игра 2007 года. Да, конечно, график впечатляет и сейчас, но... Реально игруха опередила время. Единственное, кстати, оправдание Crysis в том, что он работает всего двумя потоками, двумя ядрами. Использует процессор на 20%. Вторая часть использует 4 потока, а третья часть использует 8 потоков. Посмотрим, как это будет в архаме. Значит, заделаем залпы и надо разворачиваться. Иначе сейчас нам дети с вами наваляют. Разворачивая нормальные функции. Лови, чувак. Разворот. И вот вам я оставляю подарок. Несите веру императора, так сказать, с честью, ребят. Лови. Здесь мы делаем то же самое. Приоритет их, конечно же, линкор. Здесь я выстрелю просто по центру. Мы можем использовать Таролл. Это я не вижу, что это за корабль. Давайте его и подсветим. Это у нас мелкий. Нет, все-таки один мелкий корабль у них есть. Это хорошо. Вот то, что они нас догоняют. Какой-то дамаг они понесли, безусловно. Где-то около ста хп. Но они, кстати, еще и чинятся. Паки уходят в инвиз. Все. Вот этот понес вроде бы немного дамага. Ну, совсем чуть-чуть. Корабль определен. По нам авгурами стреляют. Сходим в инвиз опять. Кидаем сюда тоже ловушки, чтобы они одновременно на нас все не накинулись. Мелкого надо снести. Есть. Если попали в нашу ловушку ставят, скоряется у них линкор. Наши бороды, конечно, дамага. Он был определен. Слышите бороды. Слишком рано еще. Слишком рано для массированной атаки. Еще. Тайс ловушку набрасываем. Следующие будут еще не скоро. Паааа. Вот это плохо. Плазменная бомба. Мелкого почти снесли. Активируем тактические кончитатели. Можем остаться без щита на одном из кораблей. Корпеды перезарядились, но выстрелить не могу. Они, кстати, тоже все ушли в инвиз. Че, там мелочи снесете или нет? Плазменная бомба сняла с него же. Своего же. Но, кстати, и с меня тоже ублюдок достал. Все-таки сумел достать. Надо уходить. Тут обстрела. И еще и ХП. Часть сняли. Тяжелый урон, но при этом живой. Мелкий говнюк надежды вся на наш линкорд. Треба восстановить щит. Пока ремонтироваться не буду. У них остается 5 кораблей против 4. Но линк, мы их не видим. Сейчас увидим. Все пропали. Даже сигнатуры исчезли. То есть мы не видим даже силуэтов кораблей. Один стоит за астероидным поясом. И он у нас каким-то хер. Нормально видит, все у него хорошо. Кидаем сюда тоже, а в гур. Вот сигнатуры появляются. Пробуем выстрелить. Можем, кстати, мы тоже 5 корабль свой создать. И теперь 5 на 5. Но у них корабли-то помощнее. О, зашевелились сразу. Когда я его заметил. Слушайте, он не дурак. Я вот не играл. Какое-то определенное время. Такое ощущение, что яичник подправили. Там какой-то микропатч вышел. Реально. Встал за астероидами. Стоит, по мне стреляет. Никуда не летит. Даже не пытается. Перево играть, когда не знаешь возможности своего линкора. Тем более, он, видите, у нас еще не вкачан абсолютно. Ну что ж, еще один разворот резкий делаем. Сделать мощный залп. Баренек, там идет сквозь астероидное поле. Блюдо. Сейчас торпеды попадут в стаи славу. Совсем плохо. Полинку по-нашему жарят. И жарят. Смазь серьезно. Пора тоже отрываться и уходить. Хер, вы меня догоните. Будем выпиливать их по одному. Выпиливать их по одному без... Пощады и жалости. Вот на себя отвлекает огонь Кобра. Пока. К нам летят вражеские штурмовики. Замечательно. И сейчас у них, я думаю, все получится, да? Ну и что там они сделали? Да, они нам сломали на сей раз. Вот этот корабль надо догнать, пока он там один. Мотается, оторвался. Слушайте, панаты уже так хорошо отрядились. Смотрю, у ХП потеряно у корабля. Ну и... Дальше... Надо поближе подойти к торпедам. Я с такого расстояния не могу попасть. Хотя нет, вот попадание... ...сируется, тем не менее. Если мы минусуем пару кораблей у них, потом линк разобрать не составит большого труда. Но надо отрываться. Обои на в корпусе. Надо их постоянно светить, потому что они все идут в состояние инвиза. Пор неплохо разогнался. 300, мы отрываемся. И не так, что у него расходуются маневрные двигатели, а этот ублюдок уходит в инвиз, да? Понятно. Шип готов! Встреча с ордерами. Мы его подшипят. Стоит отрывается! Еще одно попадание есть. И сейчас я могу его торпедировать уже. Полностью. Если ординарно ничего не произойдет, мы должны его... Организации получены! Встреча с пушкой по нему стреляет в Сауид. Они нас преследуют, но один корабль они свой бросили. Бросили капитально и сейчас будет у него на соус. Магучий. Корпеда линкора. Ах, собака уворачивается. Маневрирует. Но это его уже не спасет. Да, адмир. Хелм координаты оснащены! Шип, готов! Активируя нескольких торпед. Он пытается... Свалить варп. Должны, должны, должны его успеть снять. Нормально снимаем. А вот это вот ненормально. Нас прессуют. Разворачиваемся и встречаем их уже в лоб. Магуты холодные. Теперь уже это можно вполне сделать. Разворачивая нормальные функции. Сейчас мы их встретим в лобову. Четыре корабля уже разберем. Неожиданно! Неожиданно! Нормально неожиданно-тактнымennио. Именно гноман. Но у нас есть еще один Авгур. Сейчас он может, кстати, с нас так нехило снять щит. Что тебе понравится. Правда, его там куча истребителей охраняет. Валим на ловушку в стаис. Что-то страшного. Разворачиваемся. Нужен подсвет. А подсвета так нихрена и нет. Как нашему линкору достается, но включаем вовремя мы. Щит. Ордеры получены. Твои орды. Хелм-координаты осознавались. Займись вот этим вот говнюком пока. Разберись, чтобы он нам не мешался и не настреливал сбоку. Сейчас очень серьезные проблемы будут нашего линка. Надо прикрывать всем, что есть. Молния не стою. Ну, контролируем его пока, ведем. Корабль определен. Мы по-прежнему нихрена ничего не видим. Продолжает спанном обстрел. Вот этот, конечно, инвиз, он реально бесит. Такая вот геймплейная особенность, что линкор размером в два раза больше, чем наш крейсер, исчезает нас перед носом. Аналогии, кроме Мауса, исчезающего в World of Tanks, я не могу предъявить другой. Он просто испарился перед нами. В кустах встал, там, в двух метрах и исчез. Такая вот механика у игры. О, мы горим, мать. Еще и плазмная бомба, снимающая с нас частью в World of Tanks. Великую радость. Кобра готова. А у тебя еще торпед. Дайте в борщ. Здорово, нас потрепали. Я имею в виду в борщ. Дар, мол, мне нет удача. Ну и хлинкор тоже. Нормальный дамаг понес. Сейчас мы будем продолжать прессовать всеми кораблями. Как у нас здесь дела обстоят? Да не, Айс, кстати, на наш крейсер согрелся сразу два врага. Хилм-координаты оснащены. Активируя тактические когитатели. А мы разберем их за это время. У нашего линкора почти восстановился. Почти восстановился щит. Правда, хп не восстановилось. И сняли с нас очень-очень много. Пех, молнии. Замечательно. Жар на борту. Из днем дремки он может прогореть. Очень-очень нехило. Здесь тоже чувак горит. Неудача. Разнес он один из наших кораблей поддержки. Сейчас ему дадим торпедами прямо в Носеру. Если, конечно, они взвезутся в курс стояния. Да, вроде взвелись и плюс еще дали ему так в борт неплохо. Ну, у нас торпедная остановка уничтожена на корабле. Подъехали. Мы продолжаем обстрел. Продолжение нормальных функций. Курс плотировал. Пробую я его заторанить. Будет не лишним. Конечно, он позволит навести удар. Я его не догоняю. Хорошо, у нас корабль разбирается. Причем разбирается сразу с двумя. В одиночку. Героически просто бьется. Продолжение нормальных функций. Да, адвил. Для императора. Жесть. Легкому крейсеру досталось. Досталось, кстати, очень прилично и... ...нашему крейсеру. Это, по-моему, тут штурмовики уже отрядились. Тут очень долго у них живет линкор, надо с ним кончать. Случайно надоедливая хреновина. Жар. Стребителей выпустил целую кучу. Один. У пацанов успех, орудие повреждено, уууу, как нам тут тоже хорошо навставляли. И у них пытается один свалить варп. Успех, отмена прыжка, больше никуда не летишь. Да, никуда больше ты не денешься к меня. Лови. Начинаем ремонт. Бил все торпеды, ах ты, кусок говна. Все, до свидания. Их линкор почти уничтожен. И тоже скотина пытается... И в варп. Мы не достаем по нему молнии, чтобы ударить. Достанем газу и... Их линкор, ах ты, кусок говна. Отменили прыжок ему. Вот теперь посмотрим, как ты сможешь оторваться от моих кораблей. Но повреждения мы тоже понесли. И понесли немалые. И равный был по составам боя, конечно, его очень больше, но это комп. Для него это нормально. Да нет, отправляйся. Варп. Хасибское натородье. Купил выстрелить по нашему линкору. Но линкор себя показал достойно. То есть, хп потерял... Немного, а вот это вот что за срань. Только что была. Пробоина в корпусе. Тяжелый урон. И у нас почти уничтожен наш легкий крейсер. Дерема все еще летает. Смотрите, почти уничтожен. И нормально по нам настреливается. У него хорошо, замечательно. Никуда не собирается отпускать. Опять уходит, кстати. И уничтожил наш легкий крейсер. Нормально, хорошо все. Стреляет, как будто у него никаких повреждений на корабле нет вообще. Болит просто. Все орудия функционируют. У него там хп вообще не осталось. Чем он стреляет? Яростью хорна, что ли? Оружие повреждено одно. Но, при том, что корпус весь просто в решето превратили. Я и от компу не подслуживаю. Да, так и надо. До свидания. Еще осталось последнее против трех наших кораблей. Легкий крейсер пал во имя императора. Мы его починим. Правда, придется потратить лишнее влияние на это дело. Надо опять торпедировать. Не менее, никто из еретиков не ушел. Электроны теплые. Электроны до максимума. Они все, кстати, с истребителями, со штурмовиками. Вот очень много урона нанесли они именно ими. Да, адмир. Легкий крейсер на торгет. Пуссируемся ему на корпусе. Понимаю. Кур довольно далеко бьет, но довольно косо. И он сваливает. Сваливает. Видя бессмысленность дальнейшего сопротивления. Ну, комп вроде подправили, не считая то, что он пролетел, конечно, сквозь астероиды, немного зацепив их. Он типа пытался время сэкономить, я так понимаю. В этот момент, чтобы быстрее с нами сблизиться, действовал очень-очень грамотно. Вначале за астероидами прятался, постоянно уходит. Вы на вис, чтобы его не видели. Все такое прошаренное. Один все-таки сумел свалить. 217. Вот последний. 217-очку слава мы получаем. Второй ранг у нас прокачивается. Наш... Retribution линкор. Ну и продолжаем. Я так понимаю, что крепость мы эту никак с вами не можем сейчас освободить. Следующая миссия, наверное, вот с орками у нас будет. Здесь что вообще надо сделать-то будет нам? Планетарный штурм. Отоперитесь за требуемое количество целей нужными кораблями в отведенное время. Вам предстоит сразиться с кораблями орков. Может быть, сразу миссию тогда и проведем. Я как бы хотел по нескольким заданиям проходить за серию, чтобы это быстрее было. 300 очков на разворот. Офигенно. То есть мы что, можем только один линкор, что ли, поставить, получается, и все? И больше ничего. Ну, это, ребята, не смешно. Что у нас линкор в одиночку сделает? Вообще, охерели. Во-первых, давайте на станцию МО зайдем. Надо прокачать линк. Я думаю, что надо взять какие-то другие будут корабли. То ли у нас какая-то будет поддержка, то ли я не знаю, что за бред. Почему 300 очков всего же дают? Улучшение. Улучшение. Улучшаем у щит. 440 стоит. Потом экипаж. Экипаж техножрец. Повышает эффективность аварийного ремонта на 0,3 очка за уровень. Окей. Больше вроде никого качать не надо. Только корабль надо наш починить. 39. Получается, что... 78 очков мы тратим. На его дополнительную починку. Что поделать? Возможно, он сейчас нам пригодится. Потому что мы не сможем на 300 очков набрать ничего существенного. Либо два корабля брать, либо один линкор. Это... Довольствие ниже среднего. На одном линкоре летать и пытаться пробомбить. Но мы можем, конечно, уничтожить их флот. Попробовать весь. Но если будет много кораблей, нас облепят и расстреляют. Я вообще не знаю, 300 очков, чего можно взять. Давайте попробуем. Вам предстоит сразиться с кораблями орков. 107 получаем в случае победы. Так же, как в предыдущем бою. 54 в случае поражения. Очковь слава. 27% от стоимости уничтоженных кораблей. 14% от поврежденных. Мда. Все мне не очень нравятся. Орки пираты. Мы можем взять вот два корабля. Вот таких вот. И почти тогда впритык. Все. Задействуем, используем. Плюс у нас будут кобры. Я думаю, что один линкор это не вариант. Ну, даже с кораблем поддержки. Слишком медленный сетап. Слишком уязвимый сетап. Два этих мы тоже не поставим. Потому что они требуют суммарно 309 очков. А у нас только 300. Я имею ввиду крейсеров. Поэтому вот таким составом полетели. Да, кто-то с нами здесь есть. С нами сражаются дерзкие корабли. Плечом к плечу. Но это боты. Я ими не управляю. Помогите наземным войскам. Опять у нас песчаная планета. Снова здорово. Плюс еще здесь и вражеские орудия. Ну, и я склоняюсь все-таки к тому, что надо орчий флот уничтожить. Где наши союзники респанутся? И кто у нас вообще в союзниках? У нас есть крейсер. Есть. Легкий крейсер. Ну, в принципе, те же самые. Вот видите, как комп разворачивает? Он разворачивает на те же самые очки, но берет себе еще и стражевой корабль. А у нас он не влезает в лимит. Примерно так же и вражеский комп действует. Кораблей орков против нас я вижу уже... Восемь. Подумаешь, восемь кораблей. Говно вопрос. Мелочи жизни. Попробуй турели у него сбрить. Заодно попаду и по кораблям. Надо двигаться вместе с нашим флотом. А наш флот сейчас может залететь просто в астероиды. И у нас два корабля полетело на шесть кораблей орков. Красавец. И сейчас они сдохнут, не нанеся практически на урон. А потом займется это стадо и нами. Хотя, с другой стороны, господа, если мы сейчас будем долго стоять здесь и дамы, то сначала разберутся эти шесть с нашими вот этими двумя дебилами, которые на них полетели. А потом и разберутся с нашими тремя. То есть вот этот корабль полетит с нами, крейсер. И что мы потом будем делать против шести кораблей втроем. Плюс еще и турели. Надо вот с этим вот сблизиться как можно быстрее. У нас нету этой таро-карты. И нескоро еще будет наш, так сказать, стражевой корабль. Наша Кобра. Пробуем по краю прокраситься вот здесь. То есть подальше от турелей. Здесь два корабля у них летит, если это что-то крупное. И мы их сможем быстро разобрать. С мелочью разберемся. Легко и не забываем про время. Может быть сумеем пробомбиться. Я не знаю, наши союзники будут бомбить или нет. Но я считаю этот режим, когда все корабли под моим контролем. А не то, что половина управляется ботом. От которого толку... Чуть больше, чем ничего. Но откуда он полетел? Вот дурак, что ли? Он полетел двумя кораблями на шесть. Он вообще просчитывает свои возможности или нет? Я никак ему не могу указать. Ты типа, что делаешь? Придурок. Вот если бы все корабли были бы под моим контролем. Все пять. Я бы их завалил бы без проблем. А так, это еще сейчас мы можем запросто с вами слить этот бой. Из-за тухого бота, который нас подставит. Кстати, к турели у меня попало только по одной. Давайте просветим заранее. Что здесь такое за херня летит? И просвечу сюда то, что такое летит. Надо знать, кто там есть. Вот эти продолжают упорно напирать. Все, им хана. Два смертника и потом прилетят к нам. У нас есть силы минут полторы. Причем, где шесть кораблей к нам ринутся. Еще один Авгур. Так, и так, крупняк. Тысячу хп. Нормально. Если у них таких кораблей несколько, то нам... Купец. Купец сказал купец и перерезал проводец. Пал ловушку в стаис. Наш многоуважаемый союзник. Еще одна ловушка. Семьсот хп. Это легкий крейсер орков. 800 хп. Я херею. Конечно, с хп орком перемудрили. Так, ощущение, что... Появилось новое задание по бомбардировке. У-у-у-у. Нет, ребятки, мы туда не долетим. Это бесполезно. Появилось вообще на другом конце карты. Спасибо за данный рандом. Опять подсунул. Крабль определен. Сейчас будет возможно попадание торпеды, потому что мы... Хотя, они сейчас попадут в стаис. Меем отсюда вырутся. Тогда, может, и... Не попадут. Хотя, вот еще лови. Этого надо разобрать. Быстрее. Нормально, мы пролетаем мимо. Ой, наши тупорылые союзники. Вашу мать. О-о-о-о. Вот это фло. Слушайте, они сюда всунули линкор в этот лимит. Да вы что, охерели что-то совсем? Может быть, он, кстати, сумеет пробомбиться? Наш союзник. Еще минута. Долетит, хоть погибнет не зря. Хотя, я что-то очень сильно сомневаюсь. В этом. Если он пробомбится, тогда нам надо заканчивать задание именно бомбежкой. Мы их не разберем, такое количество. Это бесполезно. Это бесполезно. Вы прикиньте, линкор всунули, когда у нас легкий крейсер. И крейсер только вот из наших кораблей. Когда ничего, охренели что-то совсем. Хочется просто... Не знаю. Матюкаться сапожными ямбами. Хочу матюкнуться. Так, по-русски матюкаться. С душой. Блюки. Балансировочные. Ну че, у нас там рвется этот... Придурок-то. Да, он рвется, но ведь че с ним делают. Его там просто изничтожают. Капец. Вот что это говно здесь делает? Вы мне просто... Объясните. Вот. Что это здесь делает? На лимит в 300 сраных очков. Это при том, что у них еще и дурели на карте. 41 секунда до бомбардировки. Он, кстати, может успеть и погибнуть героям. Туда летит, кстати, и второй придурок. Они просто летят бомбить абсолютно на срав на вражеские корабли. Я имею в виду наши подкрепления. Спасибо вам за тупорного компа, которого нам дали. Корпеды проходят мимо. Прелест. Бардаж, пожалуйста. Все у него удастся. Бардаж неудачи. Нет, взаимная неудача. Это хорошо. Так, бомбежка все-таки произошла. Это радует. То есть осталось еще две бомбежки, и у нас есть шанс победить хотя бы по бомбардировкам. Потому что разобрать линкор нам просто нечет. Нам вот это вот риги разобрать. Вы представляете, у них куча крейсеров. У них вон два крейсера. Линкор здоровенный. Еще крейсер. И еще крейсер здесь летает. А у нас два корабля. Я, конечно, крупный такой степень. Активируем. 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 Мы его торпедируем. Следующая цель через 40 секунд. За 40 секунд наш союзник издох. По крайней мере, легкий крейсер точно уничтожит. Вся надежда будет на нас. Хорошо, я хотя бы не взял линкора. Это было бы еще хуже. Один корабль, прикиньте, против кучи крейсеров у линкора. Тут вообще... Без шанса ничего не сделать. Да ты, пусто, дерьма. Увернулся. Смотрите, от торпеды сейчас будет таранить корабль. Не будет. Не будет. Нет, уже не успевает. Это и сделался. Да. А был близок, вы поглядите. Почти снял щит с меня. Если что-то я ему в жопу попаду. Я его аннигилирую. Очень красиво увернулся. Но бордаш, надеюсь, удастся. Да вы поглядите. И здесь тоже от торпед ушел. У него ж тут все расхерачены. И двигатели, и чего только у него не выбито. Железкий крейсер, труп. Они еще их подвлекают. Остается 14 секунд. Если поездят рядом с нами, это зона бомбежки. Мы, конечно, пробомбимся. А вот если на другой стороне, что мы будем делать, я не знаю. Я чую слив. Я чую. Флюиды. Чаяния. Берского флота. Блокер, он не разваливает. У него щит не снимается. Эй, алло. Алло. Гонец, сняли щит. 9 секунд. Так, мы развернемся и его еще раз торпедируем. Вообще, я отсюда уйду и буду его вот так долбить. Ты давай гони. Гони, не стреляй. Зона... О-о-о-о-о-о-о-о. Вот это повезло нам сейчас. Сейчас мы пробомбимся с вами, ребятки. Да повезло. В чем повезло конкретно? Он опять будет... Он опять будет... Он опять будет сейчас... Эээ... На старанке, по-моему, он забудет на таран именно. Кстати, оттаранить. Ты там еле летишь сам. Кстати, наш корабль летит. Опять легкий крейсер долбить. Вы посмотрите. Герой просто. Он второй раз добирается до точки раньше, чем мы. Да, он это делает... С... С... Маниакально, по-моему, по-моему, к мосту, но он это делает. То есть он не сражается, он просто летит к бомбинам. Отпохни. Спел еще удар молнии сделать. Тем не менее, мы его уничтожили. Варп, ты отправишься другим путем, не через... Врата. Такая арка из орчего корабля, в который мы пролетаем. Ну что, доберешься ты, парень? Слушайте, а он не добирается. Но у нас летит второй крейсер. И теперь из-за него мы туда уже тоже не успеваем. Просто уходим дальше. В другую сторону. Все-таки герой... Герой не добрался. Ну, хоть барб. Но у нас летит второй герой. Видите, уже у него уничтожена торпедная установка, уничтожено орудие. Уничтожено просто весь нос превращен в какой-то... Какой-то... Готик. Очень интересно, у него орудия портовые, поглядите. В общем, вся носяра у него разбита. Остается 47 секунд. Наблюдаем просто за героическим прорывом. Что я могу только сделать? Только за ним наблюдать. Где-то он на полной скорости, и его пытаются остановить весь, так сказать, корочий флот. А мы перемещаемся в другую сторону, потому что, скорее всего... Вообще расходимся вот сюда. Вот один корабль посылаем, второй посылаем другую часть карты. Чтобы в последний раз пробомбиться. 39 секунд, он доберется. Доберется и пробомбит. Он, конечно, упорот до невозможности, но его упор, то есть, вторую бомбежку нам создает. Я бы до лично не полетел. Под таким огнем. Ну, точнее, я пролетел бы раньше бы. Просто я видел, что наш корабль уже пытается добраться, поэтому я не стал это делать. Да, он успевает. Активируя тактические когитатели. Что же у херово кучу городов на поверхности? Этим ударом, наверное. Ну что, остается еще одна. 55 секунд. Час должно повезти, потому что мы как бы по трем сторонам разошлись. Но я думаю, что он эти 50 секунд не пролетает. Сейчас врачу. Что он делает? Просто летит на них. Если, конечно, зона бомбежки появится прямо под ним, тогда он отбомбится. В противном случае он уже не сможет это делать. Ждем здесь. Ждем здесь. Я надеюсь, что все-таки она появится где-то близко к нам. У нас в гости к нам летят штурмовики вражеские. Насшебенно. А, и сейчас что-нибудь еще и вынесут у него. Двигатель, наверное, вынесут, да? У них вроде ничего не получилось. Капец, абордаж неудача, неудача. Он пытается уйти, но его по-прежнему просто здесь изничтожают. Оружие повреждено. Остается 10 секунд, но повезет нам или нет. Где, где, где эта зона бомбометания будет? Если мы сейчас к ней не успеем, это поставит весь бой на грани поражения. Повторяюсь, если бы у меня все были корабли под контролем, я бы попытался бы, может быть, орков убить. Хотя линк разобрать было бы очень сложно. А так, что я сделал двумя кораблями против линкора и четырех крейсеров? Но, где она? Ну, в принципе, достаточно близко я могу успеть с легким крейсером как раз долететь. Они все за мной кинутся, а может быть, кинутся за ним. Стоит ловушка. Лучше, видите, пытается комп остановить. Все. Союзник почти труп. И он не доберется, пока не заняли сим, но вот на меня внимания-то особо не обращают. По-моему, двигатели повреждены. На. Горит и дымится. Я успею. Я уверен. Крейсер пока приберегу. Может быть, он как раз решит, если легкий наш корабль не доберется. Возможно, крейсер спасет этот бой. Это неудача легкого. Такая бандура. Все. Ему хана. Ну, комп сделал дело. Он бомбился два раза. Теперь я завершу. Его героический пункт. Остается 53 секунды, и я почти успел. Он отвлек на себя огонь и героически погиб. И его жертва не была напрасная, потому что мы побеждаем в этом бою. Закончились у меня маневрные двигатели, но я уже здесь. Я уже на точке, и я наношу удар. Через пару секунд остается 30 секунд. Торпеды пошли, но они не успевают. Орки не успевают. 25 секунд. Беда. Да. А так, конечно, разобрать их было невозможно. Вот тем силами, что у меня были под контролем, это нереально. Этот баланс полный, бред. Нахер. Такие миссии больше брать не буду. Где со мной комп участвует? Если увидишь, что молочков на разворот, сами воюете. Товарищи компы. Ну что ж. Не посмотрел, кстати, сейчас, как у нас там с улучшениями. Кто-то прокачался или нет. Сейчас взглянем в порте Мо по-быстрому. Да, есть. Линейный крейсер экипаж. Возможность улучшить. Техножреца я ему улучшаю. Легкий крейсер. Не зря мы чинили. В итоге он и решил, так сказать, исход этого боя, красиво пробомбившись в конце. Ну и предлагаю на этом серию закончить. Если она вам понравилась, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На основной и дополнительной. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. И оставляйте свои комментарии. Хотя, слушайте-ка, давайте-ка мы, значит, с вами еще одно действие сделаем. В порте Мо у нас хватает денег на покупку. Услуги для нашего линкура. Услуги. Кого тебе, чувак, дать? Чего тебе дать? Адептус механикус. Я уже забыл, какие услуги ничего дают. Корабль получает плюс одну ячейку улучшений. Корабль получает одну ячейку способностей. Так, с инквизиция. Второе императора. Конечно, экипажа. Имперский флот. Подкрепление. Корабль Кубра. Борные космолетчики никогда не отступают. И Адептус Астартес. Удар молнии терминаторов. Космодесантники. Даже я и не знаю. Может быть, ему все-таки Адептус Механикус навесть. Потому что получит дополнительную ячейку улучшений. Одну ячейку способностей. Адептус Механикус готов. Вот такой у нас будет линкор. Я считаю, это ему больше пригодится, чем всякие там абордажи, штурмы и прочая приблудная ерунда. Бомба подавления. Плазменная бомба. Аварийный конденсатор. Вот. Штуку я вам поставлю. 100 стоит. И улучшения. Улучшения, конечно, это все хорошо. Но нам не хватает на них пока денег. И в следующий раз мы его улучшим. То есть это будет дополнительная ячейка. Вне зависимости от того, наберет он там опыт или нет. Ну а когда наберет, мы его еще больше улучшим. Да ведь цвет у него такой приятный. Красновато-зеленый. Смотрится весьма-весьма неплохо. Возвращаемся в готический сектор. Главное забыть его потом улучшить, когда получим дополнительное количество очков славы в следующей миссии. Ну а на сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok